Всем приветик! Сегодня у нас очередная пересадка растений разных опять. Ну как-то у меня так повелось, что не два цветочка пересаживаю, а сразу много и разные. И хвои будут, и папоротники есть, и карпус тут опять. Ну и если грунта хватит, то еще что-нибудь пересадим. Сейчас я грунт возьму. Грунт у меня все тот же самый, торф, огородник верховой и грунт питательный для фикусов в последнее время я беру. Не добавляю сейчас перлит, перлит я не добавляю, потому что у меня на него аллергия. А вермикулит, вот этот богатырь, его у нас нету. Находили специально, нету. Может уже привезли, но идти далеко, поэтому, не знаю, нету без него. Вот. Все же с ним мне вот нравится, какой получается грунт. Хороший. Но он тоже неплохо, рыхлый. Здесь просто побольше торфа насыпаю теперь, и все. Проклинки хорошенькие получаются. Так, что мы первое пересадим? Наверное, вот этот папоротник, чтобы он местом занимал немного. Он так разведывался. Это у нас мутант. Ну, какое название? Это правильно. Нефролепист фальката фурканс мутейшн. Он прям много-много наросло. И, ну, посмотрела, уже там корневая нормально, чтобы опять не поздно было пересаживать. Какой-то куршочек взяла, подняла. Просто иногда у меня с папоротниками бывает, что, ну, уже там все вот оплетет, и ваи питания не хватает, начинает желтеть. Желтеть ваи. Ну, в принципе, вот оно. Уже видим, что тоже, в принципе, все оплетено. Пора. Вот эти все мы сейчас туда опустим. Ну, так вот это вот сейчас уберу. Пенопласт этот весь. Вот. Все вовремя надо делать, конечно. Но не всегда это получается. Быстренько он так пошел в рост. То есть, ну, что, когда в мае, да, наверное, брали? Я уж не помню. Деленочку. И Света много получала, и он больше, как бы, какой-то такой коренностенький получился. Приземистый. Так, все вроде отковыряла все там. Ну, пока все-таки выраженных нету ваи, но все равно будут, думаю. Будем молоденькие все. Надеюсь, будет красота. Дренаж я не стала класть. Для папоротников он вообще не нужен. Вот я уже это точно и поняла. Ну, конечно, если не в ведро сажаете. И нам надо сейчас вот эти корешочки все туда желательно бы. Воздушные. По возможности заправить. Потому что с них образуются новые дети. Скажем так. Ну вот. Сейчас присыпем. Мне тут как-то комментарий был после последней пересадки. Женщина писала. Ну, вообще ни о чем. Вот ни о чем вообще. Пусть растут, пусть растут. Ну, может быть, у меня так и было. Я не знаю. Ну, не нравится. Ну, смотрите первый, второй канал. Кто заставляет вас смотреть, если не нравится. Ну, в общем, так вот. Есть что сказать? Говорю. Нет? Нету. Пусть растут. Это значит. Я же не себя во весь экран, всю съемку показываю. А растения, в принципе. Смотрите на растения. Кому интересно. Теперь, наверное, до весны-то он здесь прекрасно будет зимовать. Горшочки в этом. О, как будто тот и был. Ладно, полосну потом. Как это мой любимый инопланетянин. Кто его? Ликаноптерис. Тоже я его сейчас пересажу. Чуть больше горшок. Чтобы мне уже до весны его тоже не трогать. Вот уже корневище пойдет скоро за горшок. Думаю, что надо пересадить. Ну, посмотрела. Тоже корневая хорошая. Интересный папоротник. Ну, я ему даю много света тоже. И поэтому он тоже такой приземистый. Лайки прям такие. А если его немножко убрать вот с того света, ну, поменьше света дать, то вай начнут длиннее, побольше расти. Там тоже у нас пенопласт. Ой, развалился маленько. Потому что сухой. Не поливала. Вот. Забыла полить его позавчера. Ну, ничего страшного. Сейчас немножечко полю и еще завтра немного. Чтобы не залить сразу. Ой, красоту всю засыпала. Красота. Корни такие. Ну, правда, любопытный очень. Папоротник чудный. Их много видов этих элеконоптерисов. Ну, вот это, по-моему, самое интересное. Не знаю. Ну, я имею в виду, что у него и вайки красивые, да, такие сизые. Необычные. Я что-нибудь по центру посадила. Так, подвинем. Я сзываю, не вижу ничего. Так. Сейчас еще засыплю немножечко. Ой, как бы не отломить тут ничего. Они такие какие-то это. Делить я еще не собираюсь. По крайней мере, до следующего года. Точно. Ну, потому что мне многие спрашивают. Нет. Пока не собираюсь. Пускай разрастается. Тут делить-то еще и нечего. Чего ты шатаешь? А он и шатался. Он же не был к земле. Вот это. Вот я и хочу досыпать. Ага. Почему я взялась его пересаживать? Вот тогда сыпать, не боясь. Когда ты присыпай его, что он все равно же как бы... Ну, да, когда я первый раз ты его пересаживала. Вообще, зарыла все эти лепешки. Лепешки. Ну, так пойдет. Нормально. Все. Пусть растет. Сейчас таптокарпус пересадим. Меня спрашивали, чтобы я рассказала, какие сорта есть уже более легкие в выращивании, какие более сложные. Вы знаете, на этот вопрос я не отвечу. Ну, однозначно нельзя ответить. Как про любые растения другие. Потому что у нас у каждого... Вот у меня это растет, у другого нет. И наоборот. У меня не растет, я никак не могу. Я раз, наверное, 5-6 точно еще жила когда в другом городе. Здесь уже заказывала сорт афеофродизиак. Бесполезно. Я не могу его вырастить. Он мне даже, знаете, вот присылают, когда, ну, такой небольшой деточкой, она даже не развивается. Я не знаю, что с этим сортом не так у меня. Я уже все, все пробовала. И в тепличке долго держала. И что-то я только не делала. Потом есть... Это я вот из старых. Потому что про новые я не знаю. У меня был перерыв большой со стриптокарпусами. И про новые сорта я вам ничего не скажу. Женская логика. Тоже, Димитрис. Вот первый цветочек процветет, все, все погибает. Тоже вот так. Ну, это у меня так. Вишенка, помню, тоже такой красивый. Прекрасно процвел. Немножко порос, тоже умер. И снова заказывала уже здесь. Все равно вот, ну, где-то в подростковом таком возрасте погиб тоже. То ли не мои это сорта, то ли я что-то не так делаю. В общем, нет. Надо все пробовать, понимаете. Вот у меня не растет, у вас будет расти. Наоборот. Иногда вот говорят, ой, это очень сложное растение. Очень-очень. Посмотришь, оно растет прекрасно. Люсь, ты пришла, что ли? Вот, главное растение пришло. Это не растение. Так. Ну, цветочек. Это у нас черный лебедь. Демченко. Ой, ну да. Да, по-моему, Демченко. Тут мне неправильно подписано. Вот. Люсь! Ну, здрасте! Двигайся! Двигайся, говорю! Тоже вот вовремя пересадить. Корни нормальные, такие живые. Здесь вот с перлитом. Ну, знаете, я его мою, промываю, сушу. В наморднике, можно сказать. И мне вот этого лакита с ним никак, не хочу я. Да что сегодня? Целый день молчаю. Как только с видео снимать, так у нас ремонты какие-то начинаются. Или дети носятся. Как специально. Вообще, сегодня воскресенье. Могли бы хотя бы в такие дни. Ой. Это все земля. Ну, все. Листочки помою, потом. Фу. Все прилипло, все земля. Так что вот так я вам скажу про стриптокарпусы. Пробуйте. Черный. Ну, да, он темный. Не черный, но темный. Пробуйте любые растения. Сначала сами пробуйте. Вот про конкретные, вот даже птерисы я говорила, не растут. Ну, смотришь, у других они растут почему-то. А вот у меня никак. Как вот советовать? Я вам наговорю, а кто-то скажет, что попало, говорит. Все это легко и просто растет. То хоя нарцисофлора, здесь внизу был цветонос еще, я оторвала. Потому что мне важнее спасти само растение, чем сейчас цветение. Ну, сверху не стало. Да, ладно. Вот. Она и так у нее, я спасала буквально с одного черенка. Пересушила хорошо. И вот она у меня чуть не погибла. Так, сейчас я не могу. Посыплю. Про хоя тоже. Вот, например, хоя дайкей. Ну, я не могу никакую. Ни сплэш, ни обычную. Не могу я вырасти. Не растет она у меня. Хоть, хоть что делай. Ну, я плюнула. Не растет и не надо. Пусть другие растут. Все индивидуально. Пока сам не попробуешь, ничего не поймешь. Твое, не твое. Кстати, спасибо за хорошие отзывы, понимающие на прошлое видео. Что, профилотендроны. Ну, вот. Все же, наверное, это не мое. Хотя они у меня прекрасно растут. Ну, не мое оно. Я вот возвращаюсь ко всем своим цветам, которые я выращивала раньше. Стриптокарпусы, клумни. Что там еще-то. Я вам еще фуксии не показывала. Ну, они еще маленькие. Покупала немножко фуксии. Тоже их были. Когда-то. Растут они филдендроны. Нормальность. Ну, как вы сами видите по видео, по всем. По фотографиям. Ну, место много занимает. Меня, я говорю, начинает это бесить. Я психую. Мне уже растения не в радость. Ну, и по поводу подарить. Ну, я понимаю, да. Благодарительность. Дело хорошее. Ну, когда ты сам купил это. Ну, не за два рубля, как говорится. Образно говорю. Как-то дарить. Вот, не знаю. Какому-то, может, близкому человеку, конечно, я бы подарила. Но у меня нет таких близких, которым такие растения нужны. Им больше цветущие нравятся. Ну, это, наверное, все узнали. Хоя Сильвер Доллар. Он у меня тоже падает. Тяжелые. У листьев очень тяжелые. Я ее там подпираю, чтобы другие цветы. Листья начинают задевать. И думаю, надо ее пересадить побольше. Коршочек уже. Да и питание. Вот в таких стаканах я удобрять вообще боюсь. Потому что очень легко. Даже и влажный грунт, я считаю, легко сжечь корни. Даже если он и влажный будет. Много долларов. Что? Долларов много. Долларов много. Пусть растет. Мы за долларами не гонимся. Да. Красоту надо. Ой, какой коровый опыт-то все это. Ой, господи, не оторвать прям. Вот. Прямо с этой палочкой посажу сейчас. Все покрепче будет. Да и питание уже побольше надо. Вот красиво и вот. Ой, прям немного нравится. Хотя тоже ведь с третьего захода. Дважды заводила. Прощала. Ну, тогда не было этих. Много такого великолепия сортов. Видов. В магазине то, что продавалось и все. И вот из замедленного роста они тоже меня подбешивали. Маленько отрастут, я их подарю или продам. Ну, тут те сорта, которые в магазинах всегда были. А тогда что у нас были? О, господи. Корнозы в основном. Иногда это было. Сейчас у меня, кстати, нету. Погибло. Такими сосульчиками-то. Господи, забыла совсем уже название. Зимой помню. Они всегда были почему-то зимой, вечно подмороженные. С ними провозишься, пока их до ума доведешь. И они еще медленно росли. И, ну, обе прощалось с ними. Ну, теперь вот. Уже сколько получается. С какого года, я уж не помню. Уже теперь, наверное, навсегда. Это у нас макрофилла Варигата. Грязная вся. Надо ее вот сейчас пересадить. Тоже вся испадлась. Влагу я еще обрезала ее. Пересажу, но я не буду ее поменьше пока посажу. Стакан. Разрастется еще больше, потом еще пересажу. Тоже не полила. Она сухая. Засыпем. Я помню, кто-то меня просил. Ну, когда черенковать, буду хой какую-нибудь там что-то тоже снять. Буду. У меня там будет несколько парочек хой. Вместе будем обрезать. И покажу, как я это делаю. Я не забыла. Ну, вот сейчас у меня там пока листья еще не отрезать. Молоденькие они. Молочные. Можем так, свои винильные. Их не отрезать. А крепнутые будем резать, черенковать. Так. Это шифлерка у меня стоит в продаже. Даже название забыла уже. Свою я резала. Она вся уже в корнях. Никто не берет. Я ее пересажу побольше. Потому что растению это питание надо. Может, ее вообще никто не возьмет. Останется дома. Все, все лучше. Вот как это все. Доставать. Ну, вообще-то ничего нормально достается. Крутим. Ну, да. Растут же, что они. Такое свойство имеют. О! Карамзит был. Хорошенькая такая. Останется. Я никогда не переживаю, что растения не продались. Ой, ну, даже бывает и рада. Ну, как хорошо, что не продалось. Осталось. Вдруг свое что-нибудь погибнет. Не переживаю по этому поводу. Как бы такой вот цели бешеной нет. Продать, продать, продать. Ну, если уж не продаю, нет. Нет, нету. Да, это кто-то писал мне, что все же нагромождение. Ну, да, оно давит растение. На меня вот. Не на всех, конечно. Если кому-то нравится, это ради бога. Мне надо, чтобы была гармония, действительно. Что ты не ходишь, не запинаешься о них. Чтобы было красиво, чисто. Ну, в общем, такая. Там риска не наградит, потому что, ну, можно дело за это. Нет, ну, я фокусирую. Так, давай уберу это все дело. И вот эту нашу красотку никто брать не хочет. Дорого. Я ее пересаживаю, пускай остается дома. Да? То есть ты сейчас пересадишь ее дома? Ну, Валер, ну, ну, чего издеваться над растениями? О-о-о. Ну. Может, ее вообще никто никогда не купит. Вот она уже их. Ну, все тут. Ей же тоже питаться надо. Да, и скоро будет уже третий лист. Ну, как бы, это же верхушка. Новый лист будет разворачивать. Это будет падать. Зачем мне это надо? Я говорю, я не переживаю. Не продала, не продала. Ай, какая ляля. Да ладно. Рекламу делаешь. Значит, господи, сейчас все сами увидят. Да я ее сто раз уже показывала. Цену спрашивают. Все, дорого. А Голландия зато гонит. Совсем недорого. Теперь буду ее вытащить еще отсюда. Зачалки вылазить. Так вот я почему взялась, ее пересаживаю. А ты разрежь стакан. Нет, не буду я так вытащу. О, скрутила. Бедное растение. Не буду я ничего это доставать. Ничего не помрется тебе на пласт. Так, маленькую. Сверху беру. Вот туда. Так что все. С горшком-то, естественно, продавать не буду уже. Сейчас пересадим и сразу его выведем. Ну, конечно. Выйдет красивость. Красивость. Мне само растение больше жалко, что ему тесно уже. Ему питаться надо, чем денег ждать. Вот. Расти, красавица. У нас будет верхушка красивая. Разрастется новое растение. Вот. Красотулька. Расти большая. Ну, вот у меня остались тут Дисхидия и Эсхинантус. Монолиза, по-моему, что ли. Что-то схватило стаканами прозрачные. Это в Аппли Лайф или как это? Так. Маленько досыплю. Вот так вот. Дисхидии тоже красивые. Медленно растут они, конечно. Кроме Аваты. Авата вообще быстро растет. Херсуты или как там ее. Вообще с мелкими такими листочками. Так медленно все. Может у меня так, не знаю. Дождь идет. У нас сегодня дождь. Тоже уже пересыхает быстро. Хочу восстановить себе Эсхинантус. У нас, пожалуй, был мой самый любимый. Блэк Пагода. Если кто занимается, напишите. Я бы приобрела. Это мой Эсхинантус был самый любимый. Да, дождь пошел. Да он везде нетет. Ну надо, потому что, смотри, с 31 мая у нас, ну такая погода, четвертый день, да, по-моему? Ну да. С 31 мая, как пекло началось. Нам-то ладно, а растения и животные, и кто они есть-то? Земля вся аж потрескалась. Да и у нас вроде не как в Сочи, ливни таких нету, слава богу, пока. Давай уберем сейчас все. Ну вот давайте, смотри, какую красоту мы насадили. Когда пересаживаешь их, ну, больше горшок, естественно. И в этом новом горшке мне всегда кажется, что растение как будто выросло в два раза. Тут оно больше стало. Это у нас. Ликан Аптерис. Такое название, как будто, знаешь... А там еще есть. Типа доисторическая ликана. А мне с вампирами связано, помнишь, это другой мир. Там ликаны были. Вот. Тоже бы какой-нибудь еще другой приобрести. Может, на будущий год с кем-нибудь обмен был, возможно, на другой ликан Аптерис. То можно будет. Видно будет. Переживем зиму, если нас кто-то опять к антипидемии не сожрет. Не сожрет. Я так тоже хочу вытащить из общей массы. Ох, что-то он тяжелый. Малинка-то. Такой прям кудряшечка мой. Мне тут тоже после... Наверное, кто успел, тут прочитала. Я удалила этот комментарий. И показывала папоротники свои. Я не знаю, сколько желчи в человеке или зависти. Я не знаю, что. Или просто нелюбви ко мне именно лично. Комментарий был, какие у вас некрасивые папоротники. Ну, как они могут быть некрасивыми? Не знаю. Мне кажется, самые простые. Они все равно красивые. Человек что-то прям сильно был, наверное, злой. Я просто удалила. И все. Нет настроения было. Ну, естественно, в черный список пошел. Чтобы таких гадостей не писали. Про растений. Если бы это была правда, я бы, может, согласилась. Но если это не правда. Да? Да, да. Там Люся пришла, дверь открыла. Ой, какая Люся. Ой, какая Люся. Как обычно пришла. Ой, как у меня уроника там ничего же больше-то. Монстырочка. Тайское созвездие. Люся наша. Ну, вот, и Люся пришла. Скромно так. Так. Так, все, сиди здесь. Нельзя сюда ходить. Сидеть. Сидеть. К ноге. Хойки. Так, это дисхидия у нас. Это хойки. Там принт. Ну, будешь, да, подписывать? Да. Говорит, я уже привык подписывать. А знаешь, видео методом тыка смотрят. Ты подписываешь, а мне потом все равно спрашивают название. Да? И схемантус у нас тут один. И стриптокарпус. То, что на цвету. Стриптокарпуса, если у них корневая шикарная, можно пересаживать, не бояться. Это я тоже уже годами проверена. Ничего страшного не будет. Вот они, конечно, засвеченные. А так они темные-темные. Ну, все равно, вот, темненький. Шифлерочка, которая стоит в продаже, но никому не нужна. Как она? Герда, по-моему, что ли? Что-то такое, да. Ну, я покупала под таким названием. Это ходочка у нас. Мартица флора. Ой, я так боялась ее потерять. Сейчас вообще страшно терять растения-то. Они стоят. Не купить заново. Да. Вот трясешься теперь над тем, что есть. Люсенька, давай попрощаемся. Ну, немножечко попрощаемся, кусочек. Там, тетя Вере, передай привет. Тетя Вере, тетя Ире, передай привет. Скорее. Передавай. Кто разговорчивый-то молчит. Она сегодня спит. Спит. У нас сегодня погода такая нелетная. Она спит у нас. Да, малыш? Ой, замурлойка. Малышка вам сказки хочет рассказать. Да? Ну, скажи что-нибудь. Ну, да ладно, сегодня непогода. Спасибо всем большое за ваши просмотры, за комментарии, за то, что вы есть. Не забывайте. Ой. Ты, Люська моя. Вот. А тем мы с мужем вам всем-всем очень благодарны. Желаем вам всего самого доброго. И самое главное – здоровье. Остальное все будет. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»